Ну а теперь обо всем подробнее. В Рио главы Дагестана Владимир Васильев принял заявление об отставке от руководителя Минздрава региона Танки Ибрагимова. Об этом стало известно на еженедельном совещании с руководителями органов власти. Обсудили также тему лекарственного обеспечения граждан и медицинских организаций в республике, а также ход подготовки к проведению в Дагестане чемпионата Европы по спортивной борьбе. Выступивший на совещании председатель счетной палаты Белал Джахбаров указал на ряд нарушений при использовании бюджетных средств, выделенных на лекарственное обеспечение. Это выявили в ходе проведенной проверки. Председатель Народного собрания республики также остановился на ряде нарушений финансово-бюджетного законодательства. Следует отметить, что основные нарушения отмечаются при закупках жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, перечень которых утвержден распоряжением федерального правительства. Именно этими препаратами должны быть обеспечены в 100% объеме все медицинские учреждения. А что получается на деле? На деле доля жизненно важных препаратов составляет чуть более 50%. То есть медицинские учреждения подменяют указанные перечень препаратов с фиксированными ценами, или дешевыми, а зачастую и бесполезными аналогами, которые не входят в данный перечень. Это еще одно свидетельство неэффективного использования средств несоблюдения правил закупок лекарств. Комментируя обсуждение, время у главы Дагестана обратился ко всем руководителям министерств и ведомств, указав на необходимость перестроить управленческую деятельность во всех структурах, чтобы результаты этой деятельности были очевидны всем. Я еще раз напомню, о чем говорил президент, здесь, будучи у нас, на встрече с членами правительства. Он нам поставил задачу. Мы должны сейчас изменить ситуацию, когда между деньгами и людьми есть жирующая прослойка неграмотных, безответственных и коростолюбивых людей, чиновников. Это должны сделать вы в своих министерствах. Прокуратура будет оставлять надзор, правоохранительный орган проводит работу. Понятно, да? Ответственность при этом существует. Это я к тем, кто уже перешел край. Последние события, крайние события свидетельствуют еще раз тем, кто еще сомневается. Нет таких оснований, которые бы исключили ответственность перед законом независимой. Мы с вами уже говорили от должности. Теперь я хочу подчеркнуть от материального положения, ну и от всего остального. Кроме того, в рамках еженедельной планерки Владимир Васильев передал благодарность за большой вклад в дело защиты прав и свобод человека и гражданина заместителю председателя правительства, министру образования и науки региона Умапазиль Амаровой от имени уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой. Продолжение следует...